Приветствую вас! Давайте мы для начала определимся с вами так. Нормально для кого? Для вас, для окружающих, для вашего организма. Для кого нормально? Для ваших родителей, может быть. Знаете, для кого нормально? Знаете, норма, норма, это вообще что-то очень такое, знаете, расплывчатое. Что есть норма, как вообще эту норму понимать, ну вот, и так далее. Поэтому я полагаю, что, я полагаю, что здесь имеет смысл всё-таки сперва, сперва определить именно это. О какой норме вы говорите вообще. Далее. Далее. Ситуация, можно сказать, абсолютно так. что для вашего организма, для вашей психики, подобное состояние, в принципе, норма. то есть, вы стараетесь, вы что-то делаете, вы чем-то занимаетесь, вы истощаете свои силы, и вам нужна регрессия. То есть, в общем и целом, это, ну, вполне себе в норме, вполне себе в норме, в общем и целом. Другой вопрос. Из-за чего вы испытываете вот это состояние? Из-за чего вы чувствуете необходимость в регрессии? Ведь регрессирование необходимо, когда человек испытывает напряжение. Ну, так или иначе. И я полагаю, что если вы испытываете напряжение, то вот это, что вы испытываете напряжение, ненормально. Потому что в норме человек не испытывает напряжение, ну, по каким-либо моментам, не испытывает. То есть, человек просто достаточно легко, достаточно свободно, ну, вот, реализует ту деятельность, которая, ну, которая у него есть. Вот. Если вы испытываете напряжение от этой деятельности, если вы испытываете апатию, значит, то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, можно назвать, ну, так или иначе, вас напрягающим. То есть, напряжение здесь, это, получается, не совсем свободный выбор. То есть, вот, не вы выбирали то, чем вы занимаетесь сейчас. Ну, если, если есть регрессия. И вот как раз субъективная сторона выбора, да, субъективная сторона выбора, на мой взгляд, и является самой важной здесь. Понимаете, да, надеюсь, о чем идет прежде? Я полагаю, что при желании вашем, при вашем желании, можно вполне эффективно увидеть, вот, как вы выбираете. Вы выбираете свою деятельность, как вы ее реализуете, свою деятельность и насколько вы это делаете сознательно. Особенно, то есть. И тем самым, я полагаю, что состояние ваше перестанет вас беспокоить. Есть, конечно, и другие нюансы, вроде того, что у вас может быть какое-то заболевание физиологическое, которое может влиять на то, что вы чувствуете, на то, что у вас есть депрессивное состояние. Вот, может быть, может быть, это так. Но это нужно разбирать. И как минимум, без обследования медицинского, здесь вряд ли можно что-то заключить, здесь вряд ли можно сделать какие-то выводы. То есть, понимаете, апатия, да, это показатель наличия давления на вас. А давление в норме быть не должно, не должно. Понимаете? И, соответственно, если вы заинтересованы в том, чтобы таких состояний не возникало, да, то, на мой взгляд, нужно выяснять, какие именно аспекты вашей деятельности. Могут, могут вызывать и вызывают негативную реакцию. Вполне возможно, что там у вас есть определенные, значит, обязательства, должное славание. Вполне вероятно, что если вы, ну, по вашему мнению, да, не будете, вот, делать того, что нужно, то вы будете чувствовать себя виноваты, будете испытывать стыд. Вот. И, кстати говоря, стыд, это вполне себе реальное ощущение, реальное чувство. Вот. Именно стыд. То есть, оно реально есть. Ну, вопрос, опять же, такой, чем оно продиктовано. Да? То есть, насколько стыд стоит здесь на страже именно вашего благосостояния. Вот. Вот. Вот, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. На прямой вопрос я вроде бы ответил, значит, дал еще вроде бы какие-то рекомендации вам. Вот. Вы можете сами проанализировать, если считаете, что справитесь, вы можете сами проанализировать. Вот. Ну, вот это вот все свои сферы деятельности, которые определяют вашу жизнь. И можете постараться прочувствовать, что же из этого вызывает негатив. Вот. Если не получится, то выбирайте себе психолога и работайте с ним. Я полагаю, вместе с психологом вы быстрее найдете ответы на свои вопросы и определите, что это за сферы, чем они вам вредят. Вот. И можно ли это как-то изменить, да? То есть, либо изменить вред, нивелировать вред, либо вообще исключить сферы. Либо, если вообще то и другое невозможно, то изменить отношения. Понятно? Потому что апатию вызывает именно несоответствие того, что происходит в реальной жизни тому, чего вы, например, считаете для себя необходимым, достойным, важным, нужным и так далее. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.